МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С вами Никита Рогозин, и вы смотрите программу путешествия.ю. Почему Ю? Да потому что путешествовать мы будем по Югре. И сегодня наша точка путешествий – Соргут. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сильные и брутальные, как будто сами из железа. Это так многие из нас рисуют образ кузнеца. Но, признайтесь честно, как часто вы этих самых мастеров видите? Сейчас я на качеле, которая также из кованого железа. И в Сургуте, оказывается, есть свой пропуск на тысячу лет назад. Это обская кузница. И прямо сейчас я познакомлюсь не с одним, а сразу с тремя кузнецами. Ну что, поехали? Каждый из нас кузнец своего счастья, поэтому надо ковать железо, пока горячо. Сделать это я собираюсь в обской кузнице Сургута. А поможет мне Виталий Горшков, председатель гильдии кузнецов округа. Виталий, здравствуйте. Я знаю, что вы практически последний из магикан. У нас в округе всего три кузнеца, и вы один из них. Да. Где еще остальные проживают? Есть один в Мегионе, и есть в городе Нижневартовске. Скажите, пожалуйста, у вас здесь 65 квадратных метров кузнеца. Для кузницы такая площадь считается средней, есть намного меньше, но есть и погабаритнее. Здесь каждый квадратный сантиметр просто дышит какой-то средневековой аутентичностью. Но тут я вижу и современные девайсы. Сегодня я буду вашим помощником. Скажите, с чего вы рекомендуете начать первое занятие по такому вот ремеслу? Для новичков, наверное, самое простое будет это попробовать изготовить гвоздь. Потому что, скажем так, как говорят, хлеб всему голова, а в кузнице гвоздь всему голова. Все, что необходимо, надо будет построить, собрать, сделать. Те же самые клещи какие-то в будущем отковать. И они все держатся именно на гвоздике. Поэтому можем начать с него. Я вижу, что у вас есть своя, скажем так, рабочая одежда, фартук. Соответственно, мне тоже нужно переодеться. Естественно, вперед. Настало время для еще одной моей неудобной правды. На уроках труда в школе у меня было, ох, как нелегко. Но обская кузница – это место, где не будут ругать, но захотят научить тонкостям этого ремесла. А размер имеет значение? Либо любой можно брать? Можно любой взять, потому что фартыки производятся на один размер. Мы под детей, если у нас дети занимаются, уже завязываем по их размеру. И перчатки, наверное, да, по технике безопасности. Ясно. У вас, я смотрю, своя символика. Детей много, да? Сколько воспитанников на сегодняшний? Их постоянных, кто ходит, человека 3-4. А заниматься ходят в неделю 10-15 человек со школы. Наша с вами задача, чтобы после этой программы у вас вообще отбоя не было от воспитанников. Пойдемте за перчатками. Изделие, которое предстоит мне изготовить в качестве кузнеца – гвоздь. Наверное, многие из вас подумают, кто же мне нашел подвиг. Но в моей реальности сделать что-то своими руками из металла – настоящее достижение. Взяли обрезок металла небольшой. Из него начнем делать гвоздик. Любой металл подойдет? Не совсем. На гвозди лучше брать обычное сырое железо. Какая-то сталь туда уже будет, скажем так, плоховато, потому что такой гвоздь может уже лопнуть. Поэтому берем железо, которое более эластичное, но свойств, как в виде крепежа, будет достаточно. Мы будем трудиться вот здесь или вот здесь? Будем работать на наковальне. Уже первое – это знак. Каждый из нас хотя бы раз в жизни слышал фразу между молотом и наковальней. На этих съемках я понял дословный смысл этой поговорки. Что тут скажешь? Начало положено. Теперь надо внимать каждому слову своего наставника. Поверьте мне, в кузнеческом деле столько тонкостей деталей. Каждая может стоить вам здоровья, поэтому внимание тут должно зашкаливать. Технология такая будет. Горячая заготовка кладется на лицо наковальни, берется молоток и начинаем его формовать под уже необходимое нам изделие, то есть гвоздик. Сначала оттягиваем его с жало, то есть саму ножку, которая будет в древесине торчать. И потом мы надрубаем чуть выше заготовку, там где она еще довольно широкая будет. Вставляем ее в инструмент, который называется гвоздильня. То есть, скажем так, она у нас прошла насквозь. И наверху гвоздильни, вот в этой части, мы будем уже плющить шляпку. А сейчас что вы делаете? Сейчас я немножко перемешаю уголь, чтобы плотность температуры была повыше. И начинаем греть заготовку. Если передержать? Ну, будет фейерверк небольшой, так называемый бенгальский огонечек появляется, то есть металл начинает гореть и активно начинает пускать искры. В такие минуты я сожалею, что салонил на уроках физики. Сейчас, сейчас меня Любовь Николаевна Миронова вспомнит. Ну, попробуй сжечь, что мы всегда сможем. Сначала попробуем открывать гвоздик, а потом уже можно посмотреть, как он в действительности горит. Вам молоток в руку. Встаете перед наковальней. Бьем не очень сильно, но по очереди. Раз. Последовательность, синхронность и, конечно, полная самоотдача. Кажется, я нашел секрет успеха в кузнецком деле. Вначале я чувствовал себя в обской кузнице, как не свои тарелки. Но правильно говорят, что все зависит от учителя. Я и сам не заметил, как вошел в настоящий кузнецкий раж. А вообще, в этом ремесле очень много интересных фактов. Знали ли вы, что кузнецы ориентируются на цвет раскаленного металла? Каждый новый оттенок говорит мастеру о стадии готовности будущего шедевра. Температура у нас понизилась у заготовки, стала малиновой, поэтому ее нужно еще раз подогреть. Это по цвету, да, значит, вы тоже говорите? Да, это по этому цвету. Конечно, есть оборудование, можно замерять каждый раз оборудование, но со временем эта необходимость пропадает. И уже ты знаешь просто визуально, как выглядит металл остывший, когда его нельзя уже трогать. Ваше ремесло практически уже, ну не сказать, что оно распространенное, да? То есть, как бы оно... Оно относится к наиболее таким уже потерянным, вымирающим. Но постепенно сейчас, скажем так, из-за того, что активно все пропагандируется именно как в кузнечном деле, и проходят какие-то ярмарки, какие-то выставки. Реконструкция. Да, да, да. То это уже более-менее как-то сейчас остановилось, то есть уже на угол так сильно не идет. И наоборот уже начинают постепенно приходить люди не просто, чтобы один раз постучать, там, сделать какой-то гвоздик или подкову, да, они уже приходят с идеей, с желанием заниматься. У нас заготовка стала совсем тоненькой и быстро остывает. Сейчас мы делаем примерку. То есть мы засовываем гвоздик в гвоздильню. Все, у нас все влазит, все достаточно. Теперь нам нужно сделать одну процедуру небольшую. При помощи зубила мы отмеряем, скажем так, размер шляпки. Надо будет бить со всей силы, делать шляпку. Хорошо. Это тяжелое дело. Вот здесь уже придется попотеть, да? Да, тут уже надо. Я обычно рекомендую, вспомню всех своих врагов. Ой, вы сейчас так, Виталий, вы сейчас так в точку попали. Я прям вам 10 гвоздей сейчас сделаю за раз. Пару фамилий есть на уме. Я слежу за вами. Вот так вот. Еще, 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 еще. Попадать, попадать, попадать. Вот. Все. Достаточно. И вот он, волнительный долгожданный момент. Первый шедевр из металла сделаны моими руками. Руки вот так вот складываем. И первый гвоздик. Исторический момент, дорогие друзья. Этот гвоздь в гробу всех моих страхов, которые у меня испаряются по щелчку, когда я снимаю для вас программу «Подушевство. Тущиковый». Виталий, а можно взять себе? Он ваш. Папа, вот специально для тебя. Вот ты говоришь, да, что у меня руки не из того места растут. Вот, пожалуйста, кровиночка, гвоздь из вояла. Давайте дальше продолжать. А дальше большее. Больше металла, больше огня, больше уверенности в себе. Мое внимание привлек этот агрегат. Оказалось, что он современный аналог отбойного кузнецкого молота. Много веков назад функционал девайса выполнял специально обученный человек. Молотобоец. Теперь это чудо техники. Весит более трех тонн. Частота удара в 280 в минуту. Где каждый весит 400 килограммов. Захватывает дух от такой мощи. Настало время попробовать его в деле. Ой, ну то, что я сейчас испытал, конечно, мне показалось. У меня прям сердце в этом. А я стендап забыл сказать, да. В общем, дорогие друзья, вначале я хотел, чтобы это все было эффектно, да. И в процессе всего этого кузнеческого дела рассказать вам про этот кузнечный молот. Три с лишним тонны у него веса. Частота ударов, с которой вот они ваяли наши произведения искусства, до 400 килограммов один удар. А при условии, что в минуту 280. Вот такие, я считаю, впечатляющие цифры. Виталий, ну где я ошибки допустил, скажите? Я сильно испортил. Нет, заготовку-то вы не испортили. Она даже, наверное, пригодна для какого-то ножика. Толщина у него хорошая. Вы же понимаете, что после таких слов права на ошибку у меня нет. Соберись, Никита, у тебя все получится в этой кузнице. И ты вернешься домой живым и невередимым и с накачанными мышцами на руках. Такие мысли у меня были в голове. Впереди меня ждет еще один экстрим. Но об этом чуть позже. А пока Виталий показал мне свою коллекцию авторских колец из меди. Вы не поверите, но чтобы приобрести эти украшения, к моему гуру кузнецкого дела обращаются со всего мира. Это и есть те самые легендарные кольца обской кузницы, ради которых к Виталию обращаются со всех уголков планеты. Виталий, наверняка есть какая-то интересная история с каким-то из изделий. Расскажите. Ну, практически вся бронза, которая у нас есть, она делается по нашим местным северным изображениям. То есть они все исторически существовали, все были. А вот это, ну, по-моему, с чего вы делаете? Так, это тоже. Тут прям волчий клык. Имитация или настоящая? Это имитация, но это все из кости, конечно, делается. И бронзовый волк небольшой, вот такой брелочек. Вот они очень такие востребованные, что очень мало остается. То есть сейчас, на данный момент, из всей кучи, которая была сделана, все три штучки осталось. Здесь, конечно, вот те кольца, которые все так любят. Вот это вот кольцо дракона, ну, в виде дракона. Вот они-то как раз-таки у нас очень-очень популярны. Как горячие пирожки, да? Да. Ну, красиво. Вот они как раз-таки по всем странам и разбегаются. Виталий Горшков не единственный мастер в этой кузнице. Здесь занимается порядка 50 сургутян. Один из них и привлек мое внимание. Вы только посмотрите на силу его ударов. Искры летят аккуратно. Ну, прям играю с огнем в прямом смысле этого слова. Вместе с Александром Яхуниным еще одним кузнецом мы наблюдаем, как на наших глазах изготавливается трость. Я не знаю, какая сила ударов у Александра, но, наверное, весьма-весьма большая. Александр, чтоб не отвлекать, как ощущения? Как настрой? Ну, хороший настрой, своеобразный. На каком этапе уже? Делаем шар, осадку металла делаем, чтоб получился в итоге у нас шар. Не будем мешать мастеру, а молча восхищаемся и смотрим. Мне сказали, вы в 6 или в 7 лет пришли первый раз в кузнецу, да? Это я был в Крыму. У меня один дед был пастухом, а другой дед, его брат, был кузнецом. Вот мне родители с детства еще говорили, брат и в детстве, говорю, кузнецом буду. Я-то этого не помню. Ну, корни дали свое. И уже около 20 лет, да, примерно? Ну, осознанно в кузню я пришел в 98-м году. Это я когда на практику пошел, что на сварсика учился. А там кузня. Ну, я пошел молотом помахать, угля притащить. И так пошло дело потихонечку. Самое большое изделие, которое вы изготавливали из металла? Самое большое? Или, может быть, не самое большое, которым гордитесь? Прямо лучшая ваша работа, как кузнеца. Ну, у кузнеца такое понимание, что лучшей работы нет. Оно постоянно, ты видишь, в своей работе какой-то недостаток, хочется его усовершенствовать. В следующий раз исправили. В следующий раз все больше и больше, все лучше и лучше делать. Поэтому тут такое... Все кузнецы перфекционисты, так же, как и журналисты. Коллеги? Коллеги. Приятно познакомиться. Удачи вам. Взаимно. А это еще один мой новый друг. Не поверите, но я всегда хотел познакомиться с фундеркиндом. Кажется, еще одно мое желание сбылось. В обской кузнеце каждый занят делом, в том числе и будущий, кузнец, 12-летний Дима Новиков. Дима, над чем ты сейчас работаешь? Над каким изделием? И за что так любишь? Подсвечник. Подсвечник. Я сейчас работаю на подсвечником, который в будущем будет продан, да, и как бы окупит себя. То есть окупит весь уголь, который был затрачен, да. Все силы. За что ты любишь вот это место? Ведь многие ребята в твоем возрасте, все в ТикТоке, все в соцсетях, все в планшетах, гаджетах. Ты настоящим мужским, исконно русским ремеслом занимаешься. За что любишь это все? Тут всегда тепло примут. И если у тебя что-то не получается, не будут говорить, что у тебя руки не из того места, а помогут. И вот она кульминация моего путешествия по обской кузнице. На этот раз на мне закалка ножа. Это когда кузнецы из раскаленного горна помещают изделия в воду. Может, для кого-то это рядовой процесс. Для меня же. Это очередной вызов самому себе. Без напутственных слов наставника никак. Здесь меня тоже ждал экстремальный сюрприз. Виталий рассказал мне и показал, как кузнецы на Руси определяли, закалилось изделие или нет. Кузнец, когда нагревал ножик или саблю, или меч, что он открывал, достает, подносит к лицу, держит прямо перед собой. И если борода начинает закручиваться и трещать, температура самая в том, чтобы закаливать. И быстро опускает ее в масло. Ну, борода, конечно, сейчас не будет сверкать. Надо ее погуще, побольше. У меня, скажем так, более современная. Но просто вот попробуй. Нет, вот просто попробуй поднести к лицу. Ты поймешь, почему борода нужна. Ближе, ближе, ближе. Чувствуется? Да. Все ради программы путешествия. Очень горячо. Сильнее стали, горячее огня, крепче железо, надежнее, чем каждый металл. Это я про кузнецов. Ремесло почти исчезло, и я очень рад, что познакомился с Виталем и его друзьями. Они не просто куют кольца и ножи, а закаливают самые здоровые духовные ценности. Вся наша жизнь как одна большая кузница, где мы в памяти выжигаем самые счастливые моменты и куем свое счастье. Я, Никита Рогозин, готов плыть, лететь, бежать по раскаленному железу. На север. Вы со мной? Я думаю, да. Редактор субтитров А.Семкин